Это программа «Здесь и сейчас» в студии Екатерины Стариковой. Здравствуйте! Почему детям нужна просветительская деятельность за рамками школы? Многие ли старшеклассники и студенты занимаются самообразованием? Какие проекты для молодежи предлагает Российское общество знания? И как в них принять участие, расскажем «Здесь и сейчас». В нашей студии сегодня председатель Владимирского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации Российского общества знания Ирина Щепанская. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада видеть вас в нашей студии. Тема просвещения, я думаю, она волнует и родителей, и молодежь нашу современную. Поэтому мы сегодня ее и обсуждаем в прямом эфире. Телефон студии 324322. Вы можете присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы спикеру. Код города 4922, напомню. Ну что ж, Ирина Витальевна, расскажите, пожалуйста, чем же занимается Российское общество знания? Многие ли у нас в регионе и в стране знают о нем? Вы знаете, Российское общество знания – это, наверное, феномен просветительской деятельности в нашей стране. Не секрет, что общество знания было создано в 1947 году. То есть это послевоенное время, когда страна восстанавливалась после разрушительного вот этого вот эффекта Великой Отечественной войны, и людям не хватало огромного пласта знаний. И вот как раз на своем этапе зарождения общество знания выполняло функцию вот того самого необходимого дополнительного образовательного ресурса, который очень был необходим, чтобы быстро восстановить страну, нарастить объемы производства, научной деятельности. В наше время Российское общество знания – это своего рода огромная просветительская платформа. Платформа для реализации совершенно различных просветительских проектов, объединенных одной идеей. Нести знания, дать дополнительные знания, умения молодому поколению, работающим гражданам, всем, кто стремится не стоять на месте, а развиваться. Развивается и само общество. Я знаю, что началась его перезагрузка. Сегодня об этом Владимир Путин разговаривал с генеральным директором общества знания. Встреча прошла в Кремле и обсуждались результаты деятельности. Расскажите немного об этой перезагрузке. В чем трансформация? Главная, наверное, основная мысль перезапуска общества знаний, хотя по сути своей оно никуда не исчезало, был переход к современной реальности. А что такое современная реальность? Это цифровые технологии. Мы все с вами, и наши дети, молодые люди, которые уже получают образование, и без пяти минут профессионала, мы все сейчас так или иначе находимся в цифровой среде. И было совершенно неправильно реализовывать проекты только, что называется, в очном режиме, когда лектор выходит в живую аудиторию. Ведь цифровизация дает нам огромные возможности реализовывать намного больше просветительских проектов, делать их намного интереснее, интенсивнее, практичнее. То есть главная суть перезапуска общества знаний – это создание именно цифровой просветительской платформы, на которой сосредоточено огромное множество проектов, в которых любой ученик, представитель молодого поколения, более старшего поколения, может найти себе тот проект, который ему интересен, и, что называется, не вставая со своего стула, участвовать в этом проекте, развиваться. Вот это главный смысл перезапуска общества знаний. Как я понимаю, есть некое разделение на федеральные проекты и региональные. Вот наши местные, они дублируют федеральные, повторяют или чем-то отличаются? Вот тут вы совершенно правы. И сразу же скажу, что нет, не дублируют. Говоря именно о федеральных проектах, это проекты разного масштаба. То есть они больше по охвату аудитории, с которой мы работаем. Федеральные проекты дают нам возможность приглашать топовых спикеров, которые, ну скажем так, просто так, если мы снимем трубку телефона и позвоним, пригласим их, ну, наверное, вряд ли откликнутся. Здесь мы имеем такую возможность приглашать сюда, во Владимирскую область, профессионалов с большой буквы, людей, которые успешны, медийных людей. Вот. Что касается региональных проектов, конечно, это проекты, которые интересны именно внутри области, на которые есть запрос именно наш внутренний. И они являются своего рода точечными мероприятиями, которые закрывают ту или иной запрос, ту или иную, скажем так, проблематику. И, ну, каждый проект по-своему важен и интересен, несмотря на то, что федеральный это проект, который собирает на одной площадке 500 человек и более. Или это все-таки проект, допустим, в Собинской школе номер один, на который приходят ученики этой школы. Ну, от этого он не менее значим и не менее интересен. Эксперты Российского общества знания провели социологическое исследование как раз о вовлеченности молодежи в просветительскую деятельность. Мы подготовили об этом небольшую справку. Давайте ее посмотрим. Опрос Российского общества знания, проведенный в конце апреля этого года, показал, что 87% молодых людей регулярно занимаются самообразованием. По результатам социологического исследования российскую молодежь интересует прежде всего фундаментальная наука, психология, история, кино и фотография, а также искусственный интеллект и робототехника. В категорию наиболее активных потребителей просветительского контента входят в основном жители больших городов. Чаще всего это люди, у которых есть высшее образование. Я думаю, что те перечисленные направления, они откликаются и на региональном уровне, и тоже интересны нашей молодежи. Совершенно верно. Они и интересны. Я вам даже больше скажу, молодежь, которая находится и проживает в сельских поселениях, в малых городах, они просто с потрясающим интересом, энтузиазмом относятся к любым проектам, которые представляется возможность им посетить, увидеть, пообщаться. И поверьте мне, далеко не все, скажем так, ученики школ или тех же самых СУЗов имели представление об элементарных, ну, казалось бы, вещах, которые доступны жителям больших городов, да. И вот ради таких открытий, наверное, мы работаем в первую очередь. Много ли всего проектов у нас в 33 регионе реализуется? На данный момент вот прям постоянно действующих проектов и федеральных, и внутрирегиональных у нас 10 проектов, которые вот прям, что называется, работают здесь и сейчас. Здесь и сейчас мы говорим о том проекте, который реализуется и в данный момент. Он называется «Просветительские игры для школьников». Есть ли там участники из нашего региона? Есть. И я с большой гордостью, наверное, должна сейчас рассказать о том, что «Просветительские игры для школьников», ну, немножечко вот уточнение отойду, стоит сказать, что это игры для представителей старшего звена школы, то есть это разрез с 9 по 11 класс. Это интеллектуальные игры, позволяющие ребятам развить в первую очередь свои интеллектуальные способности, раскрыть их, узнать что-то новое в процессе выполнения заданий, которые предусмотрены игрой. На данный момент, насколько я знаю, из Владимирской области в «Просветительских играх» приняло участие 293 ученика. Из них по состоянию на сегодняшний день шестеро вышли в финал. А это значит, что наши ребята Владимирские из разных местных образований, из разных муниципалитетов, три дня абсолютно бесплатно будут находиться в Москве и принимать участие в финале просветительских игр. Финал состоится 19 числа в Москве, который подытожит огромный пласт работы, проделанный в рамках реализации этого просветительского проекта, даст ребятам возможность наладить межличностную коммуникацию, познакомиться со сверстниками из других регионов. А главное, вот, наверное, для меня, да, это возможность ребятам из самых удаленных уголков, как в Владимирской области, так, наверное, и России в целом, вообще своими глазами увидеть масштабность этих мероприятий, организацию, увидеть одних из самых топовых спикеров, которые будут участвовать в финальной части просветительских игр. Ну и, насколько мне известно, награду победителям будет выручать Сергею Владимировичу Кириенко. То есть для ребят... Были бы у нас такие возможности, я бы сказала так, в наше время. То есть это отличный шанс показать себя, прокачать свой интеллект, зарядить себя каким-то, вы знаете, положительным зарядом на будущее, который позволит достичь недосягаемого. То, что еще вчера тебе казалось, да как я могу оказаться там, а ты вот там. И с отдельной гордостью, наверное, я могу точно сказать, у меня, к сожалению, нет данных, что за шесть ребят, это, будем так говорить, конфиденциальная информация, но одну девочку, ученицу 15-й школы города Мурома, я знаю лично. Алина Рогачева, она принимала участие во всех проектах регионального значения и федерального значения общества знаний, в том числе и в Муроме, и во Владимир, она к нам приезжала. Я вам честно скажу, что вчера я узнала об этом чисто случайно, она сама мне задала вопрос. Ирина Витальевна, я вот вышла в финал так скромно, знаете, «А я точно смогу туда поехать?» Я была вот прям так удивлена, приятно удивлена. То есть для ребенка, для ученика, который заканчивает 9-й класс 15-й школы города Мурома, это действительно поистине такой вот момент яркий в жизни, который стимулирует, конечно, ее дальше развиваться, не стоять на месте и дает самое главное понимание, что все возможно. Вот, наверное, это такое основное. И участвовать могли школьники, собственно, из обычных общеобразовательных школ, не обязательно, чтобы это были гимназии. Да, да. То есть совершенно обычные ребята, проживающие во Владимире, в Курлове, в Собинке, в Суздале, в Вязниках, в Киржачье. Было бы желание. Вот в каком формате проходили просветительские игры, и понятен ли этот формат старшеклассникам, самим участникам? Просветительские игры проходили в онлайн-формате, то есть это был цикл выстроенных задач по различным тематикам, культура, история, экономика, насколько я знаю, спорт. В каждом блоке ребята выполняли определенные задачи. За выполнение этих задач, за правильное выполнение ребята получали баллы. То есть здесь вот есть один нюанс. Помимо того, что они соревновались на федеральном уровне, на уровне всей страны, между регионами, ребята еще и соревновались между собой, внутри региона, потому что задача стояла создать команду. Вот эти шесть человек, это те ребята из почти 300 владимирских школьников, которые приняли участие в просветительских играх, которые набрали самое большее количество баллов. Что касается формата, я думаю, что современной молодежи этот формат не только понятен, они его любят. Он у них где-то, мне кажется, даже на уровне ДНК уже записан. Им проще участвовать именно в онлайн-проектах, они им проще, понятнее, удобнее, опять-таки, нежели там одеваться, куда-то ехать, и там три часа, четыре часа где-то стоять, что-то. Этот формат, он именно для представителей нашей молодежи, он более усвояемый, я бы так сказала. То есть согласно даже проведенным исследованиям внутри общества знания, проводился опрос, на каждом буквально нашем мероприятии мы брали группу студентов, которые принимали участие, или школьников, и задавали вопросы, то есть что вам удобнее, как вам интереснее. И подавляющее, конечно, число ответов было за онлайн-форматы проведения подобных мероприятий. Вот эти игры, они на что направлены? Это интеллектуальное развитие или это контроль уровня интеллектуального развития? Мне кажется, здесь даже, я бы сказала, коллаборация. То есть с одной стороны, ребятам задавались конкретные вопросы, ставились задачи. Допустим, социальный блок. Ребятам нужно было разработать социальный проект, его защитить. И я вам могу сказать с уверенностью, хотя я с этими ребятами не общалась, мало кто из них до этого, скорее всего, занимался вообще и знал, что такое социальное проектирование. То есть идет взаимосвязь. Они не знали, что такое социальное проектирование, но есть задачи, которые им надо выполнить. Соответственно, начинается процесс дополнительного самообразования. Ребята начинают читать, что такое социальное проектирование, что такое социальный проект, как его сделать, как его презентовать. Так, чтобы сложить все кусочки пазла воедино, нужно дополнительное образование, нужно прокачивать свой интеллект. Поэтому здесь, наверное, два в одном. И прокачка своих уже знаний, которые приобретены, и приобретение новых. Ну что ж, пожелаем финалистам удачи. Обязательно. Удачи, ребята. И обсудим другой федеральный марафон «Поделись своим знанием». В чем его суть? Марафон «Поделись своим знанием» проходил в этом году у нас во второй раз в период с 25 по 29 апреля. Немножечко отступлю назад, сказав, что впервые вообще в рамках нашей страны такой марафон мы провели в прошлом году. И длился он с 1 по 3 сентября. Смысл марафона в том, что лектора общества знания, а я сейчас подчеркну одну очень важную вещь, которую многие недопонимают или трактуют неправильно, лектора общества знания – это не только профессора, доценты, академики, это учителя, это люди, обладающие жизненным опытом, багажом знаний, которыми они готовы делиться, делиться с окружающими. И вот смысл марафона «Поделись своим знанием» как раз заключается в том, что лектора общества знания приходили в совершенно разные учебные заведения, в школы, в вузы, в СУЗы, и рассказывали ребятам, проводили с ними лекционный такой час на определенную тематику. То есть если брать 2021 год, то там тематика, главное направление было поделиться именно своим знанием, то есть своим жизненным опытом, своим секретом успеха, своим отношением к своей профессии. Некоторые у нас лектора рассказывали, представители, допустим, редких профессий рассказывали вообще о том, что же такое вот эта загадочная профессия, как человек вообще пришел к такому выбору, и как он реализовался в этом. Что касается этого года, то, наверное, была задана, но очень актуальная тематика – история великой страны. То есть лектора общества знания вот в эти пять дней приходили в учебные заведения, опять-таки, повторюсь, в школы, в вузы, в СУЗы, и общались с ребятами вот на такую тему, как история нашей с вами великой страны. Но подчеркну, это не только классическая история, которую мы читаем в учебниках, это история совершенно разновекторная, то есть история развития культуры, история развития искусства, экономики, опять-таки, просвещение в нашей стране, становление государственности, гражданское общество. Это же все истории нашей страны, те маленькие фрагменты, которые формировали огромный пласт, скажем так, тех слонов, на которых мы сейчас с вами стоим. И очень важно, когда к ребятам приходят люди опыта, готовые не просто рассказать что-то по бумажке, а которые вот то, что они рассказывают, пропустили через себя в каком-то моменте своей жизни. И вот, наверное, в этом для меня видится главный смысл. Вот именно этого марафона поделись своим знанием. Еще один проект называется «В деле бизнес интенсив для студентов». Это очень современный, я бы сказала, своевременный проект. Расскажите о нем. Да, проект в деле. Первая его часть, во всяком случае, прошла уже на территории Владимирской области 26 апреля на площадке ВЛГУ. Мы запустили бизнес интенсив для всех неравнодушных к открытию, созданию своего бизнеса. То есть в этом семинаре, наверное, в этом интенсиве мы приглашали принять участие ребят, учащихся и в ВЛГУ. Ребята, которые представляют Российскую академию народного хозяйства и государственные службы, тоже пришли на бизнес интенсив. Студенты финансового университета при правительстве присутствовали на нашем бизнес интенсиве. То есть основная, конечно, мысль и посыл, наверное, стимулировать ребят по окончании своих учебных заведений организовывать свое дело. То есть показать им, что это возможно, показать самые топовые направления, которые сейчас актуальны, рассказать об особенностях стартапов, то есть как правильно начать, где искать инвесторов, как привлекать капиталы для того, чтобы бизнес не стоял на месте, а развивался. И вот здесь, конечно, те люди, которых мы пригласили в качестве спикеров, это, наверное, представители вот именно бизнеса, люди, которые, пусть даже в своем небольшом возрасте, добились уже определенных высот. Для сравнения могу сказать, что хедлайнером фестиваля был Георгий Высоцкий, то есть это основатель платформы SEO, платформа для чаевых, нет монет, и он сейчас входит в топ Forbes 30 на 30, то есть 30 самых перспективных молодых предпринимателей России до 30 лет. И вот вживую пообщаться с такими людьми, перенять их опыт, не просто взятый из теории, а то, через что они прошли, услышать их историю успеха, задать свои вопросы, на которые не всегда можно найти ответы в интернете или в книжках, я думаю, что вот это, ну, поистине вот прям уникальный шанс для Владимирских студентов. Ребята потом делились впечатлениями полезным, они считают это общение? Вы знаете, они не только делились впечатлениями, но они еще, вот насколько это было возможно, они держали прям спикеров, а у них у всех было достаточно ограниченное время, потому что следующий бизнес интенсив стартовал уже в другом регионе, и наши спикеры прям вот, ну, что называется, вживую, им нужно было садиться в транспорт и ехать дальше по маршруту общества знания. Но ребята действительно, они прям до последнего не отпускали спикеров, пытались вот, что называется, задать самое живое. Как выяснилось, даже те ребята, которые до этого бизнес интенсива вообще не имели такой мысли, да, не задумывались о том, что они могут начать свой бизнес, они вдруг поняли, что это, а, возможно и реально, а, б, что есть люди, у которых можно учиться этому, вот прям, что называется, вживую. Пообщавшись с человеком, они получили ответы на какие-то свои, может быть, даже внутренние вопросы, и я надеюсь, что в будущем Владимирская область услышит о новых таких больших бизнес-проектов от молодых, именно от молодых представителей молодого бизнеса. Именно благодаря этим встречам. Совершенно верно. А прежде чем обсудить наши местные проекты, я хочу задать вам вопрос. А областная администрация каким-то образом оказывает поддержку? Не просто оказывает поддержку, а принимает, что называется, самое прямое участие. Дело в том, что 2021 год, наверное, он стал для Владимирской области годом открытия взаимодействия наконец-то между региональной организацией Российского общества знания и федеральной организацией. И вот как раз органы областной власти, они стали вот тем мостиком, который помог нам связать воедино и начать реализовывать вот такие крупные, интересные проекты на территории Владимирской области. Хочу отдельно заметить, что такую мощную поддержку именно в прошлом году мы начали получать от законодательного собрания Владимирской области. То есть это для меня неоценимая помощь была в налаживании взаимодействия на всех структурах власти, с которыми обществу знания приходится взаимодействовать, да, и работать в процессе нашей вот внутриорганизационной деятельности. И на данный момент администрация губернатора и Александр Александрович лично, он принимает, что называется, самое непосредственное участие в организации вот таких проектов не только федеральных, но и внутрирегиональных. И эта помощь для нас бесценна. — Уроки истории вчера, сегодня, завтра. Это наш проект региональный. Он патриотичен? — Да, это как раз проект о том, что происходит сейчас. Вы знаете, когда началась вот эта специальная военная операция, у детей, сейчас подчеркну это отдельно, у них, они же тоже, они все это видят каждый день, вот этот вот поток огромной информации, и у них начали возникать вопросы, тем более, что в СМИ, что на просторах интернета очень много фейковой информации. И понятно, что взрослый человек с большим опытом не всегда может отличить одно от другого и понять вообще, где истина, а где фальсификация. А что говорить о наших детях, у которых сознание, ценности, они только формируются. И мы поняли, что вот подобный проект просто жизненно необходим для реализации. Смысл проекта в чем? Наша инициативная лекторская группа, а в состав нашей группы входит и федеральный сенатор Хохлова Ольга Николаевна, председатель молодежной думы Быстров Максим Викторович, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Разнянской Юлия Александровна, представитель ветеранских организаций, то есть и Никитенко Василий Никитович у нас принимал участие в одном из круглых столов, генерал-майор Ткаленко Сергей Михайлович. И вот смысл этого проекта рассказать ребятам о том, что же происходит сейчас на самом деле, какие были предпосылки к этому и какие исторические корни, то есть что общего у событий, которые происходят сейчас в нашей стране, которые мы переживаем сейчас и становимся частью этой истории, и событиями, которые происходили в годы Великой Отечественной войны и предшествовали началу Великой Отечественной войны. И вы знаете, вот прошло у нас уже два круглых стола, это вот прям что называется проект «Здесь и сейчас». Мы не просто увидели, что этот проект интересен ребятам, к нам подходили преподаватели общества знания, преподаватели истории, жали руки, говорили спасибо вам огромное, что вы к нам приехали вот именно с этим. Нам так не хватает помощи, потому что ребята задают вопросы на уроках истории, на уроках общества знания. А одно дело, мы понимаем, да, что когда учитель провел урок в одном классе, и когда он проводит уроки целыми днями, это 5-6 уроков за день, у каждого учителя нагрузка колоссальная, и физически, конечно, и эмоционально, опять-таки психологически, учителям очень тяжело в школах, а мы вот своего рода оказываем такую вот даже поддержку просветительскую. Продолжая патриотическую тему, я предлагаю посмотреть наш небольшой видеоматериал о торжественных патриотических линейках, которые стали нововведением. Учебные недели в школах теперь начинаются с вноса флага и исполнения гимна. Патриотические линейки уже проводят, формат выбрали торжественный. В актовом зале собираются учителя и учащиеся, и вместе исполняют гимн. Новая патриотическая традиция будет внедряться во всех российских школах. Учреждения, в которых пока еще нет государственной символики, а именно флага России, получат ее в рамках нацпроекта «Образование». На ваш взгляд, хорошее начинание? Отлично. И, наверное, это начинание дня еще вчерашнего. Это мое личное мнение, подчеркиваю, потому что, конечно, поднятие флага, символа страны – это вот тот вектор патриотизма, который должен жить в детях, начиная вот с того момента, когда они, мне кажется, начинают свою вообще путь образования, то есть детского сада, чтобы для них символ, флаг – это символ внутренний. И с чего начинается Родина? Вот всем нам известны. Вот именно с таких моментов, именно вот с таких вещей. А с чего начинается проект «Герои России»? Проект «Герои России» – это очень интересный проект, который, я надеюсь, продолжит шествие свое по Владимирской области. Это юный проект, в рамках которого прошло первое мероприятие, и заключается он в том, чтобы дать детям, ученикам наших школ, возможность встречаться с живыми героями нашей страны. И самая первая встреча прошла в школе номер один города Собинка. Точнее сказать, по прошествии Дня космонавтики, к сожалению, не получилось у нас именно 12 апреля провести эту встречу. Мы провели ее 14 апреля, когда в обычную Собинскую школу, прямо из звездного городка приехал, как дети говорили, живой космонавт, Куть Сверчков Сергей Владимирович. То есть это российский космонавт, который в прошлом году был в полугодовой экспедиции на МКС. Этот человек приехал к ребятам в школу, рассказал, показал, во-первых, видеоматериал о том, как готовилась эта экспедиция на МКС, как она продолжалась все эти полгода. Он пообщался с ребятами, отвечая на их вопросы. И эффект, конечно, был просто ошеломительный. Вот это показало сразу, что наш проект, он вот то, что надо современным школьникам. Им надо встречаться с живыми героями, из первых уст узнавать, что это такое. То есть это и патриотическое воспитание, это и стимул, опять-таки, к дальнейшему развитию детей. Может быть, кто-то никогда и не мечтал, что может стать космонавтом. А Сергей Владимирович сказал, что, ребята, это возможно. Я тоже никогда не мечтал стать космонавтом. А я им стал. Вот об этом проект Героя России. Мы будем продолжать. Помимо воспитания патриотизма в молодых наших людях, я думаю, что важно организовать и творческую составляющую. Развитие в этой сфере тоже важно. И у вас есть проекты, направленные на это, например, поэтический десант. Да, поэтический десант. Замечательный, на мой взгляд, проект, который родился у нас в прошлом году. А родился он из другого проекта, который уже в этом году 11 раз соберет на своей площадке поэтов и литераторов, ну, не побоюсь этого слова, со всей страны. А проект это называется «Фестиваль поэзии, музыка души». Я просто не могу развязать эти два проекта. Они представляют собой единое целое. То есть уже 10 лет, в этом году это будет 11 год, когда мы будем проводить этот фестиваль, на территории Владимирской области, здесь, в городе Владимире, проходит поэтический фестиваль «Музыка души», который объединяет на своей площадке поэтов из Владимирской, Московской, Нижегородской, Ивановских областей. К нам присылают видеоролики поэта из ближнего зарубежья. То есть они записывают свое прочтение авторских стихов и присылают его нам. Мы транслируем это. И вот в прошлом году, как-то так, разговаривая с нашими коллегами по поэтическому цеху, мы решили попробовать организовать поэтический десант. В рамках этого проекта мы приезжаем в школы, то есть поэты из города Владимир и из области приезжают в школу, в любую абсолютно, и встречаемся с ребятами. Рассказываем им о том, что поэты, в том числе и достаточно именитые поэты, которые являются действующими членами Российского Союза писателей, они по профессии, вообще некоторые не имеют никакого отношения ни к поэзии, ни к литераторству, и тем не менее, что называется, вот душевный такой порыв, стремление развиваться именно вот культурно-нравственно, привело людей вот в этот вот огромный мир поэзии, как я его говорю, называю космос поэтический. Вот. И главное сказать ребятам, своим примером показать, что поэзия – это не устаревший стереотип пушкинских времен, что поэзия, она современная и актуальна в любые времена. И вот когда этот поэтический десант начал высаживаться на школьных площадках, даже учителя, сотрудники школ с большим удивлением обнаружили, сколько у них талантливых детей, которые пишут стихи, но боятся об этом рассказать, боятся быть непонятными. Вот это об этом. Спасибо огромное за эту беседу, было очень интересно. Спасибо, что пришли сегодня на программу дальнейшего процветания региональному отделению Российского общества знания и новых проектов, естественно. Спасибо большое, Екатерина, было очень приятно. Пополнение рядов и лекторов, и участников. Да, да, всегда ждем. Это самое главное. На сегодня наш эфир закончен, завтра в этой студии ждем главного внештатного педиатра Департамента здравоохранения. Я же с вами прощаюсь, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok